МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрели учебно-лабораторный комплекс-2, учебно-библиотечный корпус и студенческий городок. Георгий Котиев продемонстрировал новое современное оборудование, а также рассказал о строительстве учебного корпуса, представляющего из себя высокотехнологичный кластер с современными научно-исследовательскими лабораториями. В структуру кластера входит инновационный центр с бизнес-инкубатором, центр перспективных разработок, бизнес-центр и филиал Высшей школы информационных технологий и систем. Это первое заседание в этом году. Благодаря тому, что мы перешли в первую группу передовых инженерных школ в России, планов должно становиться все больше и больше. Сегодня мы их наметим, утвердим, будем работать, развивать и передовую инженерную школу, и наш Набережный Челненский институт. Далее члены совета перешли в конференц-зал для обсуждения основных вопросов повестки дня. Рассматривались итоги деятельности передовой инженерной школы ВУЗа за минувший год и планы по ее развитию на 2024 год. Директор передовой инженерной школы Киберавтотех Набережно-Челненского института КФУ Гузель Капитонова рассказал о проделанной работе по созданию научно-образовательных пространств и улучшению условий жизни студентов. Также с отчетом выступил проректор по хозяйственной деятельности Казанского университета Алмаз Менгулов. В 2024 году основной упор будет сделан на цифровизацию и роботизацию производства. Согласно стратегии научно-технологического развития России, к 2030 году страна должна войти в число 25 стран-лидеров по производству промышленных роботов. И здесь ПИШ с каждым годом планирует наращивать темп, создавая безлюдное производство, повышая качество продукции и производительность. Также планируется увеличить долю транспортных средств на альтернативных видах топлива до 30%, а углеродный след от эксплуатации общественного транспорта в крупных агломерациях уменьшить на 70%. В области интеллектуального автомобиля идет работа над созданием беспилотного шаттла, который будет работать в автономном режиме по заданному маршруту с автоматическим построением оптимального маршрута. Кроме того, разрабатывается мультимодальная система транспортировки с использованием беспилотного летательного аппарата и техника для лесной промышленности. В завершении участники заседания утвердили финансовый план передовой инженерной школы на 2024 год, перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, план закупок оборудований, перечень работ по созданию научно-образовательных пространств. Карина Саяхова, Центр медиакоммуникации Набережной Челнинского института КФУ, Универ Новости.